Есть много предрассудков, которые бытуют среди садоводов. Я вот как-то из своих собственных наблюдений извлек такую мысль, что 99,9% садоводов не знают о таких простых вещах, что практически всем цветковым растениям садового, яблоня, груша, рябина, слива, облепиха, смородина, крыжовник, жимолость, нужно перекрестное пыление. То есть вы посадили, взяли 5 одинаковых кустов жимолости и посадили их. Посадили правильно, кусты хорошие, они развиваются, цветут, а получаете вы единичные плоды. Почему это получается? Да потому что сделано неправильно вот что. Если бы вы посадили 5 разных сортов жимолости, вы бы получили буквально там снохшибательный урожай. А так вы посадили один сорт жимолости, она сама себя не опыляет. Обязательно должны работать пчелы, шмели, чтобы получалось перекрестное пыление. То же самое происходит со сливой обязательно. Слива цветет, урожай не дает, вишня цветет, урожай не дает. Простое, нет сорта опылителя и все, понимаете. При том, чтобы иметь перекрестное пыление, надо предусматривать, что, допустим, те же сорта яблони, значит, сорт очень поздний и сорт очень ранний, они могут свести в разное время. Поэтому посадите, значит, ну, обычно не садят все равно там 1-2 дерева, садят 3-4-5 деревьев. Посмотрите, чтобы было совпадение по срокам цветения. Кроме того, мы в наших каталогах, а каталогов мы рассылаем 830 тысяч по всей стране. У нас клиенты находятся от Хабандорских островов до Калининграда, от Сочи до Мурманска. Вот, 830 тысяч заказчиков. Значит, и в каталогах мы обязательно пишем, что является сортом опылителем. Вот для яблони, допустим, мы рекомендуем сорт опылитель, это анис Свердловский, который цветет в средние сроки и может опылять и ранние сорта, и средние сорта, и поздние сорта. Для груши это сорт зимостойкий, хороший универсальный сорт северянка, который тоже может очень неплохо опылять все сорта груши. Поэтому это нужно очень иметь в виду. Если у вас нет сорта опылителя, урожая вы не получите. Кроме яблони и груши у нас по всем сортам, по изжимолости, по крыжовнику, есть обязательно в каталогах наших выделен сорта опылитель. Но если у вас какие-то возникают вопросы, значит, что вам непонятно, звоните по бесплатному телефону, он у нас указан в каталоге, и получите, в общем-то, нормальный, особенно по вот этим вопросам, исчерпывающий ответ. Наши операторы обычно, значит, и передают агрономам, если что-то вопрос сложный, поэтому можно получить хорошую консультацию. Продолжение следует... Продолжение следует...